Вот есть, давайте изучать, вот смотрите, есть пять платформ сознания, это разное восприятие мира. Первая платформа называется атеизм. Атеизм означает «живу один раз». Вам интересна лекция или нет? «Живу один раз», поэтому «пей, гуляй, веселись». Совести нет. Нет. Платформа атеизм — это целое глубокое мировоззрение, понимаете? Это не то, что там… Это очень глубокое мировоззрение. Атеизм означает, что тело, я — это тело. Отсюда есть телки и тёлки. То есть телесная концепция жизни означает телки и тёлки. То есть люди, которые только телом себя считают. Вот. Понимаете? Ну, соответственно, любовь — это что такое? Секс в этом случае. Вот. Дальше. Пища — это что такое? Химия, да? Химия — что это? Белки, жиры, углеводы, калории. Витамины. Вот это пища. То есть химия — пища для этих людей. Поэтому они как бы уже прямо в наглую в пищу добавляют витамины, белки. И сейчас даже современная вот эта вот кухня, она говорит, вот у вас как бы вы пластилин кушаете, сами пластилин сделаете, вы, говорит, пластилин кушаете, а чтобы это не было пластилина, добавляете, да, витамины, белки, углеводы. И химию еще туда добавляют. И уже получается не пластилин. Понимаете? Бредятина полная. Теперь, смотрите, это первая концепция жизни. Она во всем так. То есть вся жизнь такая вот. Вот, допустим, вы человека спрашиваете, у тебя совесть вообще есть? У тебя сердце каменное? Ты не видишь вокруг себя никого? Ты живешь только для себя? Да, так и есть. Чего вы удивились? Это такая концепция жизни, называется атеизм. Людям все по барабану, понимаете? Они живут только для себя, потому что пей, гуляй, веселись. Одна жизнь. Скоро же помрем? Надо получить от жизни все. А ты мне мешаешь. Вот мне одной девушки мало, мне надо вторую. А ты мне мешаешь. У тебя совесть есть? Какая совесть? Совести нет. Следующее. Это неразвитые сознания у людей. Люди с неразвитым сознанием. Они начинающие люди. Вот все люди одинаковые. Но есть начинающие люди. Это значит, что у них такое полуживотное сознание, на самом деле. И у них очень грубое восприятие мира. То есть грубые интересы, желания. Все очень просто у них. Украл, выпил, выпил в тюрьму. Романтик. Как это в фильме. Ну, это как бы совсем уже просто. Я немножко, может быть, посложнее. Там могут быть ученые, даже великие ученые. Но атеизм означает очень плоское восприятие реальности. Вселенная создана из большого срыва. Разума в ней нет. Если хочешь взять милость от природы, взять из нее наша задача. Человек — хозяин земли. И так далее. Вот такая это атеизм. Следующая концепция — более высокое, более развитое сознание. Вот это вот сознание называется «Анна-Майя». «Майя» означает сознание. «Анна» означает материя. Материальное сознание. Дальше следующая концепция называется «Прана-Майя». «Прана» означает «человек поглубже увидел жизнь». Он говорит «движение — это жизнь». Все любят «твердо, герои спорта, нам победа, как воздух нужна». «Победа» — это тоже «Прана-Майя». «Деньги» — это тоже «Прана-Майя». «Деньги» — это энергия. «Природа, воздух» — это энергия. «Пища» — что это? «Энергия» тогда. «Пища» — это энергия. Тогда получается, какую пищу надо есть? Где больше энергии, означает «сыроеды». «Сыроеды». «Сыроеды», то есть они «Прану», питаются «Праной». Они любят в горы ходить, они любят зарядку, двигаться, спортом заниматься. Любят успешную жизнь, как бы побеждать судьбу, преодолевать трудности. Любят активную, радостную жизнь. Это лучше или нет? Это лучше, чем по бабам гулять и водку пить. Но у них при этом нет глубокого понимания смысла человеческой жизни. Жизнь — это для того, чтобы много энергии было. И жить надо долго. А для чего? Непонятно. Понимаете, «Прана-Майя» — это хорошая концепция. Это люди уже, по крайней мере, успешными становятся на этом уровне. Но они совсем по-другому питаются, они по-другому относятся к жизни. Им в жизни нужна энергия, означает природа, свежий воздух. Они куда едут жить? Они едут на природу жить. Живут в лесу где-нибудь там, занимаются зарядками, свежий воздух, животноводчество. Там природа выращивают ромашки, продают ферментированный чай, натуральный, из Иван-чая. И все, что природа дает, они все продают и приносят огромную пользу людям. И сами питаются сырой пищей. У меня Максим тоже сыроед, но он другой сыроед, он сыр любит. Следующее. Я против этого? Нет. Нормально. Пускай вот люди так живут, им нравится. Они развиваются таким образом. Следующая концепция называется мана-майя. То есть следующий слой жизни связан с деятельностью ума. Прана — это психическая энергия. Дальше идет ум. Это уже более сложное восприятие мира. Здесь уже есть красота, унылая пора, то есть очень тонкое восприятие мира. Тонкие энергии все эти, вот духи привидения, там, все как бы другие миры, там, вот эти бабки-ёшки, там. Бабка-йога — это женщина, которая занимается йогой. Вот. А ведьма — это та, которая знает веды. Когда христианская культура пришла, она отвергла вот всё это. И как бы стало это плохо. Но, допустим, в Индии до сих пор в некоторых местах есть женщины, которые владеют тайным знанием о том, как можно с помощью деревьев, на которых ударила молния, использовать эту энергию молнии для того, чтобы летать по воздуху. Вот на этой палке. Ну, то есть они обладают такой силой самообладания, йоги такие, что они могут перемещаться даже по воздуху. Бабки-ёшки, оказывается, бывают. Вопрос только, это хорошо или плохо. Вот всё, вопрос. Итак, избушка на курьих ножниц, то есть избушка в лесу, то есть они в лесу, эти люди, живут. Итак, дальше поехали. Мана Майя. Как вы думаете, если человек этого всего не видит, он может это написать, стихи? Невозможно. Совсем другая жизнь. Мана Майя означает чувствовать вкус фруктов, допустим, очень глубоко понимать, какой у них вкус. Вот, допустим, понимание, что что-то меняет настроение. Вот, допустим, яблоки приносят, фрукты приносят, не цитрусовые, а простые фрукты приносят человеку оптимизм в жизни. Допустим, депресснят, надо есть фрукты. И у тебя не будет депрессника. Потому что депрессия означает, энергия идёт вниз. А если ты ешь фрукты, у тебя энергия психическая идёт вверх. И люди, которые имеют вот это сознание, Мана Майя, или сознание очень тонкое восприятие мира, они могут писать стихи, могут рисовать красиво, могут петь песни красиво, могут писать музыку, могут танцевать. Понимаете, они видят мир очень глубоко и чисто, вот этот вот мир. Они почувствуют природу. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь ста и туч, всю дювеешь на просторе. Понимаете, то есть они чувствуют эту всю энергию, они живые, эти энергии для них. Когда человек влюбляется, он выходит в это сознание, неосознанно, выходит в эту концепцию Мана Майя. То есть человек начинает пищу воспринимать. Пища, оказывается, имеет характер. Вот, допустим, овощи, которые растут над землёй, успокаивают человека, которые растут под землёй корни. Они дают человеку защиту. Ягоды очищают человека, очистительным свойством обладают. Ягоды, которые растут над землей. А ягоды, которые растут на деревьях, очищают и тонизируют одновременно. Орехи дают психическую силу, а фасоль, бобовые дают физическую силу. А пшеница или зерновые дают ментальную силу человеку, умственную силу. Есть психическая сила, это выносливость. Это орехи. А есть умственная сила, когда думать надо много. Это уже зерно. Зелень даёт человеку что? Зелень, вот листья. Что человеку даёт? Сопринь. Нет. Здоровье даёт, мои хорошие, здоровье. Поэтому зелень – это самая полезная пища на земле. Если вы хотите вылечиться, жрите одну зелень. Это даже коню, понятно? Я вам серьёзно говорю, потому что есть энергия огня. Самая чистая энергия огня – это энергия солнца. Запомните, это самая чистейшая энергия здоровья. Это энергия солнца. Если ты её сможешь усваивать. Для того, чтобы энергию солнца усваивать, надо очень быть радостным. Ра означает солнце, дасть означает дарить. Если ты всем даришь радость, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле ещё светлее. Понятно? Радость всем даришь, что солнце в тебя в своём первозданном виде входит. И ты получаешь все виды здоровья. Потому что солнце укрепляет иммунитет, даёт человеку жизнерадостность, даёт чувство собственного достоинства. Женщинам даёт красоту. Девушка – краса. Крас, надеется, означает солнечная. Ну, то есть, солнце даёт человеку очень много, если он его любит, и любит людей одновременно. И если он не показывает ему задницу, некоторые как бы ложатся на пляж, и солнцу показывают задницу. Самому святому, как бы, что есть над землёй, показывают задницу. Ну, хорошо, значит, получишь по заднице, прямо с солнцем. Ну, то есть, если человек показывает солнцу одно место, значит, он получает что? Рак в свой организм. То есть, он получает наказание от солнца. Он получает деструктивную солнечную энергию, которая даёт воспалительные процессы человеку, снижает иммунитет. Всё наоборот делает, даёт ему гневливость, обидчивость. И так же происходит с человеком, если он поздно встаёт с постели. Вот, допустим, человек не встал вовремя, у меня целая лекция есть по режиму дня, послушайте. Не встал человек вовремя, значит, тогда будет наказан солнцем. У него будет обидчивость, гневливость, раздражительность. Это всё от позднего вставания. А если человек не лёг вовремя спать, то он не выспится ночью, он будет иметь плохой сон и плохую энергетику в жизни. Так солнце и луна наказывают нас, если мы не хотим следовать их законами. Это концепция жизни, знаний. Этих всех вещей называется манамая. Или умственная платформа. Есть телесная платформа, есть праническая платформа, есть умственная платформа. На умственной платформе человек что ест? Он ест характер продуктов питания, потому что он работает над своим характером. Поэтому он знает, что ему есть. Вот у него, допустим, честности не хватает, он яблоки ест. Твёрдости не хватает, груши ест. Если ему не хватает нежности, сливы ест. Если ему не хватает оптимизма, абрикосы ест. Если ему не хватает трудолюбия, трудостной энергии, арбузы ест. Если не хватает детей, авокадо ест, кокосы ест. Это энергия, оплодотворяющая силы. Кешью, орехи, допустим, для женщины улучшают возможность зачинать детей. Кешью и арахис, это женщинам. А мужчинам зачатие усиливают. Фундук. Не надо мне это подсказывать. Фундук, потом дальше. Макадамия, орех фундук, макадамия. Мужчинам помогают зачать. Кедровый орех тоже. И так далее. Видите, всякая пища имеет влияние на нашу жизнь более глубокое. А, допустим, цитрусовые дают человеку активность мышления. Поэтому мандаринами кидать, чтобы вы на лекции соображали немножко, что у вас шевелилось там внутри. Это манамайя, следующая концепция. То есть человек начинает работать над своим характером. Он понимает, что нужно всем служить, любить природу уже по-другому. Не просто потому, что в ней энергия. А он начинает её чувствовать характер. Он говорит, у него всё оживает. Природа оживает такого человека. Это происходит так же, когда человек влюбляется. Вот как в любовь, это как раз вот это вот чувство, что всё живое. Это выход на эту концепцию. Потому что любовь в уме живёт. Она между людьми объединяется через ум. Поэтому человек, когда влюбляется, он начинает глубже видеть этот мир. Красивее начинает его видеть. Живее. Мир этот оживает. И музыка, вот умственное сознание, очень изысканная. Очень красиво изысканная. Сейчас вот эта музыка телесного сознания, это б-пс-б-пс-б-пс-б-пс. Это музыка телесного. А музыка умственного сознания, музыка, которая вводит в мир красоты человека. Вот эта манамайя, такая концепция, люди становятся очень образованными, интеллигентными. Как у вас дела? Ну такие очень добрыми. У них есть этика, есть эстетика, есть чувство правильное. Они интеллигентные люди. Это манамайя означает интеллигентные. Ну пранамайя означает как бы сыроеды. Ну то есть они как бы... Вот я, допустим, на вегетарианском фестивале встретил с сыроедом. Он говорит, как ты питаешься сразу? Я говорю, я об этом не думаю. Да надо думать. Я говорю, как часто? Постоянно. Вот я съел помидорку, через час морковку, раздельное питание. Я говорю, а вы можете поговорить со мной, кроме еды, о чем-нибудь другом? Нет. Ну замечательно. Пранамайя. Думает постоянно о морковке и о помидорке всю жизнь. Хорошо. Но люди в следующей концепции манамайя, они открывают красоту этого мира. У них есть Микеланджело, у них есть красивый, у них есть картина Репина. Понимаете? У них есть вот это все. Это русский музей в Питере. А если хотите пранамайю посмотреть, войны, сражения, тогда Эрмитаж. И там все такие. А русский музей – это уже более высокая концепция. Там природа, доброта, вот это вот глубокие чувства, Айвазовский, вот это море. Вот это уже более высокая, глубокая концепция жизни. Но в этой концепции нету совести, к сожалению, пока. Потому что совесть – это более высокая концепция, называется Вигьяна Майя. Что такое Вигьяна или как платформа разума? Это платформа, с которой начинается разумное существование. Разумное существование не означает закончить институт, не означает стать доктором наук. Разумное существование означает углубляться в понимании смысла человеческой жизни. И когда человек на платформе пранамайи находится, он ест сырую пищу, чтобы была сила. И силы у них дофига. Вот, честно вам говорю. И здоровье тоже. Вот. Допустим, а у собачки точно так же, потому что она находится на этой… У животных есть две концепции. Это анамайя, то есть телесная платформа, они себя считают телом, и пранамайя. Поэтому собачки могут бегать целый день, у них столько энергии, их не остановишь. Собачка может рядом с машиной бежать, понимаете? И нормально. Почему? Потому что пранамайя – концепция, много энергии. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, если человек вот на этой платформе находится, он, допустим, любил только бегать, вот из лекции Олега Геннадьевича взял только бег, больше ничего, ни молитву там, ни работу над собой, ни веру, только бег. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. То в следующей жизни он рождается антилопой гну. Бегает дальше, бегает, и всё классно. Он набегается вот так вот. Поэтому надо брать всё от жизни, изучать выше, да? Сознание. Вегиана майя – разумное существование. Что человек ест? Он уже не ест характер пищи. Он не ест прану в пище. Характер не ест. Белки, жиры, углеводы не ест. Он ест что-то другое. Что он ест в пище? Не знаете? Он ест в пище веру. Он ест только освященную пищу этот человек. Он ест не любовь к Богу. Понимаете? Я разок был в одном древнем совершенно храме. Этому храму несколько тысяч лет. Это огромный, на самом деле, храмовый комплекс. Там сотни и сотни храмов. Огромное количество храмов, и всё вокруг одна стена. Этот комплекс называется Шрирангом. Это такое необычное место в Индии. Я когда туда приехал, там сидит один святой забальзамированный, который сам сказал своим последователям 800 лет назад, как сохранить его тело. И этот бальзам специально для него сделан, для его тела. Специально меняют раз в месяц ему. И бальзамируют заново его тело. И у него до сих пор растут ногти. Ему обрезают раз в месяц ногти. И этого святого зовут Рамануджачари. Так вот, этот святой, он вот так вот сидит. Тело у него вот так сидит. Вот так. Так вот, знайте, что этот святой, он давал знания своим ученикам. И в определенный момент им сказал, пришло время мое, уходите с жизни. Сейчас я с вами попрощаюсь, вы сделаете с моим телом то-то, то-то. И я всегда буду с вами, если вы будете мне молиться. И будете как бы считать меня своим наставником. И это будет длиться долго. Больше тысячи лет я буду с вами. Он такое предсказание сделал. И они говорят, учитель, мы не готовы с вами расстаться. Можете еще хотя бы сутки нам давать наставление? Он говорит, ок. И еще сутки им подавал наставление. А когда это закончилось время, он вот так вот благословляю. И оп, ушел из тела по своему желанию. Круто! Куда он ушел? В духовную реальность. Его тело взяли, забальзамировали, и он до сих пор там сидит. Я когда 20 минут рядом с ним почитал молитву, я чувствую, что у меня глубже, 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 что-то туда. И потом раз, я почувствовал себя маленьким и вечным на секунду. Вот рядом с такой личностью, мгновенно я почувствовал себя душой за 20 минут. Один раз в жизни у меня такое ощущение было. Благодаря присутствию такой необыкновенной души. Я сейчас не об этом вам рассказываю. Я вам рассказываю о том, что я когда пошел туда вглубь, в храмовый комплекс, я проголодался в это время, я захотел попробовать пищу, которую готовят вот эти священники, которые там уже много столетий, отец от сына перенимает это знание, как готовить освященную пищу. Я пришел туда, я говорю, я хочу попробовать вашу освященную пищу. Они говорят, эту пищу раздают вот такое-то время, приходи и как бы с тарелочкой там подноси, тебе все положат. Я говорю, а если я не служитель этого храма? Этот человек говорит, тебе все положат. Я пришел, увидел этого человека, подошел к нему, он мне положил освященную пищу, посадил меня, он сел рядом со мной и смотрит мне в глаза, говорит, ешь. Я готовил это так, как мой отец готовит. Я готовил это на дровах с молитвами, очень чисто и возвышенно. Это простая пища, это не ресторан, простая пища, там просто лист, там просто овощи тушеные, все очень просто, ничего сложного. Я беру эту пищу руками, он говорит, надо есть руками эту пищу, нельзя есть ложкой. Я беру руками, кладу себе в рот, смотрю ему в глаза, и у меня едет крыша. Я такого нереально никогда в жизни не ел. То есть я ем эту пищу, у меня слезы из глаз катятся, он тоже сидит, слезы из глаз. Меня колбасит волосы дыбом, как бы встают, мурашки по телу. Как вы говорите, только, я не знаю, наверное, более крутые какие-то мурашки. Что я такой, я вот так вот ем эту пищу, и у меня вот такое состояние психическое. Нет, никогда в жизни такого не испытывал. Такая сила идет от этой пищи, она просветляет мне мозги. Я чувствую, я ем, и у меня в мозгу как бы просветляется все. Я понимаю, что я зря живу на этой земле, что я не думаю о Боге совсем. Я вот такое вот испытал чувство сильное от этой пищи. И потом мы поехали в другое святое место в Индии. А когда возвращались назад в этом месте по воле Бога, поезд стал на 4 часа. И до этого святого места было ехать где-то час 30 или час 40, я уже не помню. И я, представляете, ломанулся туда без паспорта, без всего. И мне говорят, стой, ты хотя бы паспорт возьми. А я взял только чуть-чуть денег для того, чтобы пожертвовать там за эту пищу. Взял ведро с собой, короче, и ломанулся на ликше туда. Доехал туда, взял эту пищу у него, как бы наложил в это ведро. Приехал назад и поезд тронулся. Представляете, я на подножку запрыгиваю. И потом мы там сидим, короче, сидим эту пищу. Мозги у всех вворачиваются наизнанку. Вот такое состояние. Потом начали всем раздавать, всем, кто в поезде сидит. Они тоже начали есть, тоже начали испытывать счастье. Вот это называется Вигьяна Майя. То есть концепция развития разума. Отношения между людьми какие? Верность в семье, верность. Настоящая любовь только на этой платформе происходит. Когда люди не наслаждаются, как на Майя друг другом. Стихи друг другу читают, танцуют, поют. Это тоже хорошо. Верность. Верность означает такая любовь, что люди не расстаются даже в следующей жизни. Когда они достигают платформы разума, это та платформа, которая является совершенством человеческой жизни. Ну то есть разумное существование означает, мясо они не едят. Почему? Потому что мясо – это продукт насилия. Это насилие, энергия насилия. А как бы в овощах меньше насилия. Есть овощи, в которых вообще нет насилия. Например, зерна. Пока в зерно не попадет вода, душа туда не попадает. Значит, ты никого не убиваешь. Или яблоко. Там ничего нет, пока семечко не прорастает. Тоже никого не убиваешь. То есть яблоки, молоко, мед, орехи. Это святая пища. В ней нет греха вообще. Она предназначена для жизни. Есть пища, которая создает какую-то боль к растениям. Допустим, листья. Но это пища, так как растение, растительная форма жизни – это сон без сновидений. То есть дерево стоит, оно себя не понимает. И поэтому оно потихоньку киснет. Но если веточки обрезали ему, то оно оживает и начинает расти активнее. То же самое листочки, когда обрезают. Но если вытаскивают свеклу, допустим, из земли, то забирают жизнь уже растения саму. То есть жизнь растения находится вот настолько от земли в корне. Под землей жизнь растения находится в корне. То есть выше обрезали – растет. Ниже обрезали – растет. А вот по этому месту обрезали – все. Не растет. Понятно? Там душа находится у растений. Душа. У растений тоже есть душа. И у животных есть душа. А у рыбы нет души. Вернее, как бы это водоплавающее растение. Плавает, но при этом ничего не соображает. Я шучу с вами. Вот смотрите, допустим, есть разные животные формы жизни. Животная форма жизни означает сон со сновидениями. То есть животные себя уже осознают, но очень слабо. И глубина осознания разная. И чем меньше глубина осознания, тем меньше человек страдает от того, что ест такую пищу. Допустим, самое неразвитое восприятие мира – это мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Ну, то есть медузы вот эти все, вот эти, как бы, вот это все плавает, как бы. Оно вообще не понимает, что оно живое. По нулям просто. Рыбы, у них есть только два восприятия. Только страх. У них есть только страх и желание что-то схватить. Страх и жадность. Вот у них два чувства. И они так живут, у них нет больше никаких чувств. Они боятся или агрессируют. Вот у них два, как бы, чувства. Очень слабо развитые живые существа. Более развитые ящерицы. Вот эти вот земноводные. У них есть любопытство уже. Как бы они, ну, то есть у них, как бы, уже более. Еще более развитые птицы. У них есть уже положительные эмоции. Члик-члик-члик-члик. Вот. Еще более развитые вот эти вот мелкие животные, зайчики всякие. Еще более развитые хищники, хищные животные. Еще более развитые домашние животные. Самые развитые домашние. Поэтому домашних животных вообще есть нельзя. Потому что они почти что как человек. Ну, то есть считается, что домашние животные, они по сознанию похожи на грудных детей. Вот они так же, вот, разного возраста грудные дети. Понимаете? То есть вот у них такое сознание. Их нельзя убивать вообще. Это большой очень грех. И чем менее развитое животное, тем меньше грех убивать. Но еще меньше грех убивать растения. Я вам сейчас рассказываю, как я намаю в сознании. Рассказываю о том, что спиртное — это неполезный напиток. Почему? Потому что оно связано с веселящим духом. А веселящий дух, он делает обмен. Он дает человеку счастье взамен на волю его. Ну, то есть, если ты выпил, значит, ты уже счастье сам испытать не сможешь. Ты можешь испытать счастье только вместе с ним. То есть для того, чтобы быть счастливым, тебе надо выпить опять. Ну, а если человек не пьет, он может сам быть счастливым. Без этого веселящего духа. Это называется Вегиана Майя. Вегиана Майя говорит о том, что есть Бог. И она говорит о том, что человек сам по себе находится вот здесь, в области груди. Мы — маленькая духовная искорка, вот здесь вот. А сзади нас находится Господь в каждом теле. Господь всегда живет рядом с нами. Аминь. Аминь.